Всем привет, я Кира Лебедева, Акаха Бибилал, и сегодня я отвечу на все ваши вопросы, часто задаваемые мне в интернете. Очень много людей пишут в инстаграм и спрашивают, как я начала заниматься танцами, какое-то мое мнение, и мне будет теперь проще, наверное, если я буду отправлять всем ссылку, и вы посмотрите это видео, и вы поймете меня, мой стиль, и почему я так занимаюсь танцами, и почему я так танцую на сцене, а не как кто-то другой. Я Кира Лебедева, мне полных 27 лет, скоро будет 28, мы снимаем в 2019 году, и танцами, первый вопрос очень часто задаваемый мне, как я пришла в танцы. Танцами я занималась с детства, со школы, но это было баловство, я родилась в довольно бедной семье, и моя мама не могла мне позволить хорошего преподавателя, но она сама занималась танцами, и она занималась балетом долгое время, и она знала, что такой хороший преподаватель, но хороший преподаватель всегда хорошо стоит. И я начала заниматься в школе вокалом. В первом классе у нас моя учительница Алла Николаевна, если она меня смотрит, она сделала отбор в нашем классе, она прослушала всех детей, и я была одна из первых, которых она оставила, мне было очень страшно, она нас оставила, и у нас была небольшая вокально-хореографическая группа. И мы, конечно же, занимались танцами, но насколько это возможно в рамках школы, кто что умел, мы показывали друг другу, учились. Затем я понимала, что мне интерес к танцам возрастает больше, и я начала смотреть MTV, и, конечно же, моя мама была не суперсчастлива от этого, как все родители говорят, что MTV очень много чего навязывает. Да, я согласна с этим, но я всегда смотрела на видеоклипы с точки зрения танцевального, как они ставят хореографию, как они чувствуют музыку, какая кадровка. Я уже понимала в детстве, что мне что-то нравится необычное. И я в школе была до девятого класса, с первого по девятого класса я занималась пением и танцами. Я мечтала стать поп-певицей, честно вам скажу. Сейчас очень рада, что так не случилось, хотя кто его знает, мне как бы еще немного лет, так что, может, вы скоро увидите мой лейбл, альбом музыкальной стиле Кирин Бретт, или еще чего-то в душе и вообще по жизни в доме я пою очень много. Но пение, как и танцы, задействует очень много мышц, и их нужно специальным методом и образом прогревать, делать сильными, мощными и работать с голосом не меньше, чем с танцами в зале. И я закончила девятый класс, и мама мне говорит, что я хотела стать дизайнером в какой-то момент, и мне мама говорит, что нужно научиться шить. Если ты хочешь быть дизайнером, создавать свою линейку одежды, ты должна полностью знать, как, из какого материала, сколько нужно сделать строчек, какой ширины. И мне мама сказала, что будет очень круто, если я пойду в училище. Конечно же, в школе была трагедия, как это я ухожу и все такое остальное, но я была очень рада, что я ушла, потому что у меня был новый виток в жизни. Моя одноклассница вместе со мной ушла, но она ушла в лицей физико-математический, и она занималась болиданцем, она танцевала на каждом углу просто, она нас довела до истерии, наверное. И Алина, если ты меня смотришь, это тебе. И я помню в какой-то из встреч одноклассников, мы просто друг друга очень сильно любили, мы слишком были привязаны друг к другу. В какой-то из встреч одноклассников мы гуляли, и она опять в очередной раз включила восточную музыку, и меня уже просто сорвало крышу, и говорит, да, хватит, я уже не могу, мне уже тошнит от того, что ты трясешься на каждом углу, что ты слушаешь музыку, что ты там делаешь все эти украшения, но все у тебя как в стиле Востока. И она мне говорит, ты думаешь, что так легко? Я говорю, смотри, и сделаешь Шакиру стайл, потрясла как могла. Она говорит, окей, если так, то велкам на мои занятия и посмотрим. И она меня начала дома тренировать, она мне показала, как это нелегко делается. Я помню, что на третьем занятии я плакала и говорила, боже, я не гнусь, руки очень не подавались в работе совсем. То есть если волна корпуса у меня пошла быстро, тело привыкло, то руки и бедра, бедра могли трястись, но вот в мае у меня совсем не получалось. Мне выносило мозг, это еще восточные танцы, они с носка делают. Как это делается, какими мышцами, и оно все не слушалось, потому что физкультуру я ненавидела в школе, мне не нравилось. Я могу сказать, что в школе я бы с удовольствием выходила отдельно на женскую физкультуру, а мальчики должны были быть отдельно. У нас просто в волейбол играли, можно сказать, в бивново нами играли. Получаешься каждый раз мячом куда-нибудь, и вообще никак спортом не хочется заниматься. И начала заниматься, опять же, спортом только уже в училище. У нас была отдельная группа. Я занималась в Кроворожском профессийно-техничном закладе. Это училище ПТУ номер 7. И у нас была полностью группа из одних девочек, и это были идеальные уроки физкультуры. Мы действительно проводили разминку, нам действительно давали разные игры. Я впервые научилась играть в волейболтах, но, как оказалось, у меня с ним не любовь, потому что Костя отбивает он нормально. И мне было очень интересно в училище, но я безумно скучала по сцене. И я очень обрадовалась, что на первом курсе у нас было что-то типа студенческой весны, и все первокурсники показывают, кто на что гораст. Ну и у меня была возможность показать себя, проявить, потому что наша группа почему-то как-то была очень пассивна, у меня всегда много амбиций было. И как раз я с моей одноклассницей Алиной договорила, что давай что-то сделаем, дуэт какой-то и станцуем. Но это был более-данс, я нашла музыку, которая мне понравилась. Алина мне показала движение, я говорю, нет, давай вот так или вот так. То есть изначально режиссура у меня тоже в голове была, как я видела, давай сойдемся, разойдемся. В общем, мы сделали, по-моему, двухминутный танец. Меня Алина одела в ее костюм. Наверное, мама меня как-то накрасила, как там... А, у меня были короткие волосы, я всю жизнь проходила с каре. Мне нацепили какой-то хвост, чтобы у меня волосы длинные были. И мое первое выступление было шквал, эмоции, все нам хлопали. И я поняла, что, а мне это нравится, мне понравилась музыка. И я продолжила, как и Алина, трястись на каждом шагу, слушать восточную музыку. Я достала всех вокруг так же, как и она это сделала. Потому что когда тебе что-то нравится от души, ты погружаешься на дно того, что тебе нравится. То есть ты стараешься углубиться полностью, перенести это все вокруг тебя должно быть в этом стиле, чем ты занимаешься. И так началось мое увлекательное путешествие в Белли-данс. Ну, я всегда была необычной девочкой. Я занималась шитьем, и мне всегда нравились андеграундные штуки, немножко готики. Я была в одно время и готом. Я была в тусовке альтернативщиков, я была и готом. В начале своего пути я искала себя, и альтернативщицей я была. И поняла, что мне хип-хоп нравится. Но Белли-данс для меня слишком ванильный был. И я помню, что я уехала от училища работать на столовую, на практику. Это был адский труд в моей жизни. 16 часов смена, и ты на ногах, и ты... Я помню, что мы засыпали даже на стульях, когда с друг другом разговаривали, мы отрубались. Но это дало мне очень крутой толчок. Конечно, я там немножко переборщила с булочками. Я поправилась на 10 килограмм. Я помню, я приехала домой, мы с мамой шли покупать мне новые джинсы, потому что я ни в одни старые не влазила, просто выпадала, как тесто из них. Но я никогда не была супер большой. То есть, например, вот в свои 17-18 лет я выглядела, в принципе, так же само. Просто это была другая масса. Во мне было 55 килограмм, но не мышцы. И мы гуляли, и мы нашли... Какой-то дядя продавал пиратские диски. И это было очень круто, потому что мы нашли диск «Полиданс». И мы... Ну, давай возьмем, давай. Он стоил немного. Это были наши, по-моему, последние деньги. Мы с мамой взяли диск, мы довольны. Мы пришли домой, и я открыла и увидела школу обучающая. Ну, там была, как всегда, какая-то тошноторная странная тетя, которая давала яблочки-яблочки, держала в пальцах горошинки или орешки, как-то я не помню, что она держала в пальцах, какие-то мудрые она делала. Но была школа Нурхан-Шариф, которая была изумительно технично подана, грамотно, с замедлением. И вот я по ней училась, я поняла, что мне хочется учиться, но не было возможности куда-то ехать обучаться. А все были данные школы, на то время были очень далеко. У нас город 200 километров, как бы не покатайся туда-сюда. И я не знала, кто из преподавателей действительно хороший. И у меня было стремление, но мне мама так вбила в голову, что должен быть идеальный преподаватель, что я знала, что в Крымбурге я его не встречу. Сейчас, слава богу, я знаю, что ситуация поменялась, и в Крымбурге очень много-много крутых танцовщиц невероятных, которым я бы сама с удовольствием ходила бы обучаться. Но тогда была немножко другая ситуация, где-то лет 11-12 назад. И я нашла... После этого я ушла гулять, и я прихожу домой, мама говорит, ты сейчас посмотришь кое-что, и ты обалдеешь. И это был концерт Belly Dance Superstars. И сначала мне Джелина безумно понравилась, я была ее фанатом. И затем, по-моему, через 1-2 лет, это 2003 год, было видео записанное 2003 года. И затем я увидела видео Рэйчел Брайс. И, конечно же, меня это покорило до глубины души. Я это тогда называла трибл. Не трибл, а трибл. Мне почему-то казалось, что именно так произносит это слово. И я покорена была ее техникой, ее состоянием, что она не улыбалась. Это не покер-фейс был, это было расслабленное, спокойное лицо. И она что-то танцевала, что-то невероятно мощное, сильное. Очень интересная пластика у нее была. И плюс гимнастика, когда прыги были, и бэки. И я тогда удивилась и думала, боже, как это все она делает. И у нее не было дебильного какого-то цвета розового на костюме. И это все было в таких тонках. Очень чувствовалась аутентичность старого такого Востока, фолька. И я помню, что когда первый раз я ее увидела, я расплакалась. На треке намедленно у меня были слезы. И я захотела именно так танцевать. Ну, как, в принципе, наверное, и половина. Тот, кто танцевал в мое время, все увидели или Зои, или Рэйчел. Два варианта. Ну, конечно, бывает еще Ариэла. Ну, в основном лагерь делится или Зоя, или Рэйчел. У меня была Рэйчел. И в то время я познакомилась со своим мужем нынешним. Тогда мы встречались. И он занимается IT. И изначально тоже так же ему безумно интересно было поискать что-то для меня. И, можно сказать, заработать себе плюсики. И он находил видео в Зои, Рэйчел, вот, того состава за Индиго. И приносил мне. И вот раз он нашел школу, обучающую Рэйчел. Тогда я попробовала позаниматься. И я чуть не умерла от того, как это тяжело. Это было безумно тяжело. Затем я поняла, что мне нужно заниматься йогой. Так как я увидела, что у нее курс очень направлен на занятия йогой. И самые какие-то обычные упражнения для меня были непостижимы. Потому что физикультурой тогда я вообще не занималась. Я начала это делать. Начала искать йогу. Тарас также мне нашел видео йоги. И мне это очень понравилось. Я занималась, по-моему, по 20 минут йоги, 20 минут танца в день. Просто больше я не могла выдерживать. И затем я увеличила-увеличила нагрузку. И как-то так получилось, что люди, которые меня знали, они знали, чем я занимаюсь, что я делаю, как я обучаюсь. И ко мне изначально начали подключаться. Говорят, ну давай мы с тобой. И мы включали телевизор и вместе занимались. Тренировались как могли. Мы отодвигали всю мебель. Можно сказать, изначально мой путь как-то не прошел самостоятельно. Я не успела там 15 лет сама заниматься. Как-то всегда вокруг меня были те люди, которым тоже было это интересно. И так я вышла на Трайбл благодаря семье, поддержке, которая... Я изначально чувствовала, что Болиданс это круто, но хоть из-за Трайбла. И так начался мой путь. Окей, следующий вопрос. Часто задаваемый мне, где же я беру красивые костюмы? Могу сказать очень интересную фразу. Моя невероятная мама, кто может ее знать, много часто у меня спрашивают людей, кто такая же мама-босс. Мама-босс это моя действительно мама, из-за Татьяны Лебедева. И она с самого начала меня поддержала в костюмах. Она увидела как-то, как мы с Алиной выступали на свадьбе у моей знакомой. Это было, по-моему, второе или третье выступление. Она нас просто пригласила, потому что ей хотелось нас поддержать. И нам была возможность как-то куда-то стремиться, когда ты тренируешься просто так. Но для меня тогда в то время мне надо был конкурс, челлендж какой-то, что-то показать, где я могу. Я из тех людей, которые не могут просто так тренироваться. Им нужно всегда какой-то результат. И вот у нас была свадьба, и мы потренировались, мы выступили. И мама увидела, говорит, ну все хорошо, но костюмы надо поработать. Что-то, они красивые, но что-то другое. И затем меня пригласили выступить в училище и дальше выступать. У меня появилось назад выступление, сцена, переживания, гастроли даже там среди училища, в училище поехать. То, что мне было в школе, то, что мне всегда нравилось. Мне всегда было интересно быть занятой, погруженной в дело, творческие, студий в весны и все остальное. И у меня это появилось назад, я была безумно этому рада, но это был новый уровень. Мне было очень волнительно, это было соло, потому что до этого я всегда в группе работала, а потом соло. И мама начала делать костюмы. Конечно же, мы за основу брали то, что мы видели у Балиден Суперстар, нам это очень нравилось. И у нас был смешанный костюм а-ля Ансуя. Ансуя, кто мог видеть, это невероятная женщина с агатами, что же она творит на сцене. И у нее были красивые юбки из разных кусков. И моя мама подобное сделала, но в темном цвете. Мне тогда черный очень сильно нравился, я хотела все черное, с черным и с черным. Сейчас уже, конечно, в трайбл по-другому относишься. Это был как стереотип, что трайбл танцуется в черном. На самом деле, трайбл танцуется в том, что у тебя есть, в том, что ты хочешь. И как-то на протяжении всего времени мама начала делать костюмы. И мама всегда мне говорила, что закон сцены – это блеск и красота. И она всегда говорила про блеск, про даже народную хореографию. Если посмотреть, у них всегда вышивка обшита дополнительно. Я даже сама помню, когда занималась, не очень долго, слава богу, мне повезло. Потому что это безумно тяжело. И я бы могла, наверное, не встретить никогда трайбл. Потому что можно было уже где-то, ну, подростковому периоду уже получить очень много травм. И я помню, что мы расшивали костюмы, даже такой прозрачной пайеткой, которая давала голограмму. И всегда был блеск. А в трайбле почему-то в то время возрождался этот танец. Только он появлялся, и блеска не было. И мама всегда добавляла блеск. И я, конечно, чувствовала немножко себя изгоем таким. Потому что когда ты переодеваешься, все на тебя так посмотрят в ремёрке. У всех там каури, хвосты, миха. А ты хоп-па в блёстках. И вначале, конечно, это очень... Чувствуешь очень много, что ты отличаешься, что ты выделяешься. Я из тех людей, которым нравится выделяться, но когда слишком много внимания, я стараюсь отойти от этого всего. Но я понимала, что настолько у меня любовь к моему стилю, к моему танцу, что я не могу отойти. И я послушалась маму, можно сказать, подкорилась. Мам не босс. И я продолжила заниматься дальше в блестящих костюмах, во всем остальном. И в итоге, в один прекрасный день, я встретила Зорман в Весну. И она сказала, Кира, блёстки на сцене — это идеально. Ты можешь добавить ещё больше. И с тех пор вы видите то, что есть. Супер блестящие костюмы. Все короны, все браслеты, которые на мне есть. Мама бывает заклеивает камнями или делает сама пояса. Дизайн — это всё её рук и её видение. Я крайне редко, я могу только сказать, что в этом я совсем двигаться не могу. Это слишком мало одежды или слишком много. Но в основном все дизайны, всю работу она делает. Иногда в этом костюме даже неудобно стоять. Но что же говорить за танцы? И это всё она делает дома, сама. Очень нелегко в том плане, что весь материал и вся мастерская находятся дома. Поэтому это всё везде. Но я поговорила с танцовщицами, которые сами делают костюмы. И такая же ситуация. Он вестно рассказывает ощущение, будто у него взорвало глиттерную бомбу дома. Так что, если вы делаете костюмы, вы жалуете, что вам некуда их деть. И слишком много всякого хлама. И у вас блёстки, стразы везде. Я знаю тебе, это нормально, это часть твоей неотъемлемой работы. И вот эти все костюмы создаёт моя мама. Мне очень круто повезло, потому что она чувствует меня, она знает мой стиль. У нас внутри нас течёт одна кровь. И это прекрасно. И она чувствует то, что мне нужно. У меня ещё часто очень спрашивают, третий вопрос, нужно ли танцевальное образование. Это очень спорный вопрос, потому что, на мой взгляд, танцам тяжело научить в университете. Я часто встречаю людей, которые заканчивают университет. И, на мой взгляд, они о танцах... Они очень много... Это люди, которые много знают, но мало могут двигаться. На мой взгляд, образование... Если ты только танцор, крутое образование получаешь на мастер-классах. Когда ты ездишь по всему миру, собираешь знания у интересных, невероятных людей, и они делятся с тобой опытом. И ты... Если в тебе есть жилка танцора, ты уже танцор. Тебе просто нужно найти ключ. Если ты не танцор, ты можешь хоть 15 университетов закончить, и это тебе не поможет красиво танцевать. Но, на мой взгляд, если... Если вы хотите получить образование танцевальное, good luck. Но, например, у меня нет танцевального образования. Лично у меня. У меня есть педагогическое образование. И я понимаю, что мне этого достаточно. Да, бы мне хотелось больше базы узнать, классической. Но, может быть, из-за того, что я не знаю её, я двигаюсь так, как я двигаюсь сейчас. После 10 лет моего какого-то пути, прохождения в Трайбле, я поняла, что мне нужно. И с помощью мастер-классов, индивидуальных занятий с педагогом я могу доделать то, чего мне не хватает. У тебя появляется чувство, понятие танца, объём. Мне это всё дало обучение на мастер-классах. И, конечно же, моя мама. Мне повезло очень с мамой. Она мне очень много вложила. Она занималась много лет балетом. И она рассказывает немного о танце, обширнее, объёмнее. Но, на мой взгляд, если вы хотите стать педагогом, заканчивать педагогическое образование, это да. Это number one. Если вы хотите заниматься танцами и преподавать, у вас появится понятие урока, мастер-класса, как давать, как конструктивно отдавать информацию. Это круто. А за танцевальное? Я знаю очень много людей, которые заканчивали какие-то технические вузы, но они профессиональные танцоры в жизни. Если вы хотите закончить танцевальное, пожалуйста. Но если вы хотите ещё что-то получить, попробуйте пойти на ту профессию, которая вам поможет в танцах. Я бы сейчас... Я закончила преподаватель. У меня очень странная профессия. Преподаватель в профессиональных... Господи! Преподаватель в ПТУ и менеджер. И я понимаю, что вот именно вот этот симбиоз профессии... Тогда я не понимала, думаю, зачем я иду. Но мне нужно было, чтобы я преподавала в училище в своём же, которое закончила. И чтобы я преподавала дальше, мне нужно было закончить этот техникум. Я только техникум закончила. И я поняла сейчас только, как же мне круто повезло, что я закончила именно эти две специальности. Это то, что мне нужно в моей сфере. Потому что если у тебя есть свой коллектив, ты должен быть менеджером. Если ты свой собственный проект, ты должен быть менеджером. Ты должен понимать, что такое тайминг, план и всё такое остальное. Но если ты преподаватель, ты должен знать, как подать правильную информацию, как с ней работать. Так что я рекомендую, если у вас есть выбор, пойти на профессии, которые вам помогут немножко организоваться, группироваться, собраться в кучу, не знаю, продвигать вашу танцевальную студию. Но танцами вы можете заниматься в любое свободное время и заниматься у невероятно крутых педагогов. Крайне редко, когда в университетах есть хорошие преподаватели. Неважно, танцы это и всё остальное. Мне повезло, что я закончила техникум. И в моём техникуме в Днепропетровске были и есть невероятные педагоги. И они мне дали очень много. Я училась на заочке, но мне открыло очень много. Интересно. Так что, на мой взгляд, преподавание в университет танцевальный не обязательно. Главное, если вы хотите быть педагогом, вот тут да, педагогически нужно заканчивать. Тогда вам будет более интересно... Вы сможете более интересно подавать свою информацию и понять, что это и как это. И с чем вы можете встретиться. Ну и четвертый вопрос. Есть ли у меня другая работа, не связанная с танцами? К сожалению, или к счастью, моя работа танцевальная занимает 24 на 7. Даже когда я нахожусь дома, готовлю обед, ужин или убираю в квартире, я всё равно лажу в Пинтерест, нахожу видео, нахожу фото, макияжа, прослушиваю музыку. И бывает очень много крутых песен, когда я убирала дома и слушала музыку, и они и приходят. Поэтому на другую работу мне просто не хватает времени. И сейчас проект ещё заняется «Мама и босс», её продажей костюмов и всем подобным остальным. Но сейчас у меня нет другой работы. Преподавание, индивидуальные уроки, онлайн-студия. В дальнейшем будет, надеюсь, когда выйдет это видео, будет онлайн-студия. Выступление сольно. И я думаю, что мне даже с четырёх пунктов хватит пока. Я сама себе менеджер, танцор и преподаватель. Поэтому во мне есть три специальности, которых мне достаточно. У меня другой работы нет. И очень часто встречаешь людей, которые говорят, «А, ты же танцор всего лишь, у тебя же куча времени». Нет, иногда нет времени даже покупать вещи. Я покупаю вещи, если я куда-то уезжаю, из мегастроли. И у меня есть возможность. Я вижу магазин какой-нибудь, я вижу, что там скидки. Я захожу и покупаю сразу же 115 вещей, чтобы не покупать. У меня нет времени ни на шоппинг, ни на какие-нибудь кульки, дискотеки. Я даже не знаю, как это выглядит уже со стороны. И я этому безумно рада. Моя занятость меня полностью устраивает. Окей. Пятый вопрос. Я танцую tribal fusion. И меня спрашивают, смогу ли я поделиться, с чем же я люблю смешивать tribal fusion. Очень интересный вопрос. Я танцую tribal fusion. Мне нравится old school. Сейчас я люблю добавлять туда АТС. Ну, это и есть old school, можно так сказать. С элементами АТС. Мне нравится Indian fusion. Но чем больше каких-то стилей я познаю, тем я даже могу и не стараться. Он синтезируется во мне сам. Я могу сходить на уроки хип-хопа. И следующее у меня будет видео. Я буду танцевать Indian fusion и с элементами хип-хопа. Все, что я вокруг себя получаю, обучаюсь. Классика, стрейчинг, йога, пилатес. Это все вылазит само. Но мне, конечно же, очень нравится Indian fusion. Для меня я чувствую сакральность, чувствую каждое движение, обозначение каждого движения. Для меня самой. И, конечно же, стараюсь передавать. Мечта, конечно же, была всегда в детстве обучиться балету. Но у меня, мама говорила, хорошие подходящие данные. И выворотность, и маленький рост, и компактность. Но моя мама мечтала, чтобы я никогда не занималась балетом. Потому что балет – очень специфический стиль танца в том плане, что большая конкуренция. И девочки друг друга могут всякие пакости делать. И мама очень сильно переживала, потому что я была очень нежным, сентиментальным ребенком, которая, в принципе, до сих пор так и осталась, что я могла расплакаться от того, что вы мне подарите цветок, или сказать какое-то плохое слово. Для меня это равносильно одинаково. И мама говорит, что... Мне мама очень много... И, в принципе, вообще людей, которые занимались балетом, рассказывали много гадостей, которые могут твориться за кулисами. Так что мне нравится классика, классические танцы. Но уже сейчас мне интересно их изучить. Руки. Но я не хочу ни на какой другой поменять свой любимый стиль tribal fusion. Но что-нибудь добавить туда мне очень интересно. Мне нравится, какой объем в балете, что у них там сцена огромная. Если tribal танцовщица будет стоять на одном месте, то для танцовщицы балета это два на два, это она просто может встать и сделать шпагат, и все. Что ей нужно много объема. Пробежалась, подошла. Конечно, легкости, свобода. И много чего я беру из разных стилей, вдохновляясь с ними, но трансформируясь все равно в tribal fusion. Так что я стараюсь это сделать со всеми стилями, которые мне только поддаются. Есть очень много интересных стилей, которые я еще не изучила, но я думаю, к ним доберусь. Чувствую ли я волнение перед выходом из сцены и как его устранять? Это очень часто задаваемый вопрос. Конечно же, чувствую. Крайне редко встретишь людей, которые выходят на сцену, как будто воды попили. Почти все танцоры. Чем больше ты танцуешь, тем больше ты получаешь волнения, тем больше ты создаешь трепет и ответственность в выход на сцену, что ты должна быть идеальна. Я готовлюсь настолько, что у меня даже парфюм под каждый образ. И я недавно встретила одну девушку, которая говорила, что вообще-то неэтично, когда ты душишься парфюмом на сцену. Но на мой взгляд, как же создается образ? Образ должен быть завершен. Как я даже специальным маслом перед каждым выступлением обрабатываю тело, парфюм, макияж. Это все делается самостоятельно, чтобы войти в образ. Но за кулисами это невероятно, что творится. Особенно у меня даже не хватает достаточно месяца, чтобы чувствовать волнение, будто ты выходишь заново на сцену. И, конечно же, волнуешься. Волнуешься просто. С каждым годом, мне кажется, все сильнее и сильнее становится. Но мне помогает собраться в кучу одна фраза. Зачем я это делаю? Что я хочу этим показать? Вторая фраза. Смогла бы ли я чем-то другим заниматься? И я понимаю, что нет. Это моя страсть. И третье. Что я должна собраться и фигахнуть на всю мощь. Насколько я могу. Насколько я боюсь, настолько же я отдаюсь на сцене. То есть, если вы увидите, что я прямо на сцене шарахнула, это значит, я очень сильно волновалась. Мне помогают вот эти три вопроса и дыхательные упражнения. И я ни в коем случае не смотрю перед своим выступлением два-три номера. Какая бы ни была, даже если сама Рэйчел будет передо мной выступать, я не буду смотреть. Я буду слышать музыку, настраиваться на свой образ, дышать. Но два-три выступления, а если вы новичок, то вообще не старайтесь смотреть весь концерт. Просто выйдите перед выступлением. Я также не разговариваю за два-три номера ни с кем. Я уже полностью вхожу в свой образ, персонаж. Как сказала моя подруга, Весна Зорми, она для меня, можно сказать, гуру. Она... у меня есть три таких кита. Это... Рэйчел, Зои и Весна. Весна очень многому меня обучила. именно в Трэйбл Фьюжен. Ну, а мама это, можно сказать, пастырь. Мой путеводитель по жизни. И Весна мне сказала, что когда надевает костюм, она уже в образе. То есть, если она надела последнее, не знаю, кольцо, последнюю сережку, последний браслет, это образ, который она приготовила, и она должна характер даже за кулисами держать. То есть, она не может быть, не знаю, в характере Сильвана и дурачиться. Также, и у меня это очень сильно... Мне эта идея очень сильно понравилась. И я поняла, что, да, нужно образ полностью заканчивать, оттачивать даже цветом ногтей. И это меня вдохновило. И сейчас вот я занимаюсь дыхательными упражнениями и настраиваюсь на свой персонаж. Какую... Что же он хочет сказать? Что же он хочет сделать? Как я должна себя вести? и какие чувства я должна испытывать? Если в эти моменты я не могу найти нужное чувство, нужные эмоции, нужное состояние, я стараюсь где-то взять его из запасов своей жизни. То есть, какой-то эпизод своей жизни вспоминаю, настраиваясь на того человека, на ту эмоцию, представляя его перед собой или воссоздаю в голове ту ситуацию, которая была, чтобы у меня самой мурашки пробежали, чтобы я еще раз пережила это состояние. На мой взгляд, самое важное — жить на сцене. И это помогает собраться, когда ты понимаешь, что ты по-другому жить не хочешь. Когда ты хочешь именно... Когда я выхожу на сцену, я хочу рассказать определенную историю, донести до девушек, до аудитории, что мы все прекрасны, и нам хочется жить, и нужно творить дальше, чтобы с тобой не произошло. Поэтому, когда мне волнительно, я могу дышать, настраиваться на это, понимать, что на мне большая ответственность, но я должна идти дальше. Ну, конечно же, когда ты переступаешь и делаешь три шара на сцене, когда начинается твоя музыка, и первые три секунды у тебя колотится сердце, потом ты берешь все в руки и начинаешь танцевать. И это невероятное состояние. И так каждый раз. Сколько бы ты не выходил на сцену. Окей. Следующий вопрос. Как ты относишься к tribal сообществу и к племени вообще? Существует большой стереотип, что мы все сестры. Я сама тоже на такой буллщит повелась, и я не верю в это. Да, наверное, мы все сестры, но не во всех семьях сестры дружные. И, на мой взгляд, и не надо это делать, потому что мы все разные. Единственное, во что я верю, что есть твое племя и твое tribe, твои люди, и ты имеешь полное право себя окружить ними, полностью погрузиться в ихнюю любовь, не знаю, но никогда не забывайте о себе тоже, что ты полноценный человек со своим набором странностей, приколов и танцевальным стилем, но ты имеешь полное право быть в том окружении, которое тебе нравится, общаться с теми людьми, которые тебе нравятся, и ни в коем случае не поддаваться на вот эту провокацию, что мы все сестры. Извините, но я в это не верю. Я очень часто... Раньше, на мой взгляд, еще открытие было, чем сейчас, и я пугала этим людей. Я видела, как мне народ шарахается, и все такие, боже, опять это чуть-чуть того, повернутая пришла. Да, мы все разные, но сейчас я нашла своих людей, которые так же повернуты, как и я, такие же челкнуты, им так же нравится веселиться, дуреть. И даже когда приходишь в гримёрку, конечно же, я здороваюсь со всеми, но ты видишь, даже в гримёрке все начинают кучковаться, и это сообщество, это нормально. И единственное, что я скажу, не застревайте в этой штуке, в этом систринстве. Выходите наружу, есть очень много разных проектов, где вы можете творить, наслаждаться, и многие люди могут узнать только о стиле, когда вы выйдете из-за рамки сообщества и начнёте кайфовать, и придумывать себе новые проекты с другими. Коллаборейшн – очень крутая штука. Если ты со своими одномышленниками, можно сказать, одномышленниками вместе соединяешься, но иногда это не только требл-сообщество, но в этот весь булшит про сестринство я не очень верю. У меня был длинный путь, и за этот период много людей были моими друзьями, и они отошли и пришли, потому что, когда ты меняешься, ты перерастаешь в то общее сообщество, с которыми ты живёшь, коммуницируешь рядом, и это нормально, что люди расходятся и сходятся назад, и я ничего здесь такого не вижу. Но единственное, могу сказать, что своё сообщество можно создать спокойно. У меня так случилось в какой-то момент в Украине, я крайне редко где выступала, меня не приглашали, я много где ездила, но почти ни разу до последних нескольких лет я ни разу не танцевала на больших сценах, на мощных каких-то проектах, и я поняла, что мне нужно выйти за пределы сообщества. Там дверь закрыта, тут как-то не получается, коннекта с какими-то танцовщицами другими мне было крайне мало. Я очень люблю этот стиль, я ездила, обучалась, старалась максимально быть на всех мероприятиях, но я поняла, что мне интересно где-то за грани выехать, за грани проектов, которые разрешала, давала нам наше сообщество. И так у меня получилось, что люди приклеивались ко мне с других проектов, узнавали. Сейчас очень много людей из Баллиданца ко мне приходят, и я их понимаю, и я им просто объясняю разницу, какая разница между фьюженом и трайблом, и, на мой взгляд, любой стиль танца, если ты начинаешь заниматься, это очень тяжело, чем бы ты ни занимался. Я понимаю, что хип-хопперы так не умеют держать изоляцию, как трайболицы, но мы так не владеем своим телом, как они. Ни у кого нет такой невероятной силы воли и терпения, как у балетных танцовщиц. Любой стиль танца тяжел, в любом стиле танца есть свое сообщество, и если ты в него погружаешься, то начинаются вот эти, да, ваш стиль, а вот наш, мы ничем не лучше. Просто из того, что в тебя качает, то, что тебя наслаждаешься, вот этот грув свой танцевальный, свое умение, и люди будут вокруг тебя окружать такие же. и мы имеем полное право создать свое сообщество, не только трайболиное, просто сообщество, в котором тебе кайфово, где люди за тобой идут, или ты можешь идти за людьми. Это самое главное. Так что творите свое сообщество, выходите за грамм. Если вас не пускают в сообщество, вы можете от него... Я называла, когда мы делали первое мероприятие, я говорила, девочка, у нас сообщество изгоев, которые как-то так получилось, что тоже никуда не прилепились, и мы, ну давайте, ну давайте. И так получаются какие-то свои интересные проекты. Потом люди уходят дальше и растворяются. Ведь когда у тебя есть свой трайб, свое, можно сказать, племя, свое пространство, свои законы, и кто-то от него отходит, там организовывается свое и свое, и тогда весь мир узнает о твоих танцах, о твоем стиле. Так что цените и кайфуйте тех людей, которые рядом с вами. Что значит для меня идеальная тренировка? Для меня идеальная тренировка – это когда ты еле-еле выполз с зала, с танцевального, но ты чувствуешь, что ты сегодня сделал то, что смог. Конечно же, для меня очень важно мое занятие в группе. Идет два часа, час идет физнагрузки, и час идет танцев. Даже, наверное, 55 минут танцев, и все-таки пять минут я оставляю на заминку, чтобы вернуть поясницу, плечи, руки, ноги. Для меня идеальная тренировка – это 50 на 50, когда 50% физнагрузки, сколько пост не было времени, и 50% танцев. У меня был период, когда я не могла долго сдвинуть свою танцевальную технику, потому что я именно циклилась на танце, но я не понимала, что мое тело – это инструмент, который тоже нужно подготовить, его тоже нужно прокачать, его также нужно проработать, отработать и усилить резерв танцевальный. И у меня лордоз, моя любимая спин-кан, это очень красиво для обычной жизни, но крайне неудобно для танцев, потому что поясница все время болит. И мне много танцов сейчас говорило, подтяги, пресс, подтяги, пресс, но я его никогда не чувствовала, так как я не любила заниматься спортом до этого. И я начала заниматься йогой и фитнесом для того, чтобы почувствовать нижний пресс. Затем я поняла, что у меня не хватает силы в ногах, затем я поняла, что у меня недостаточно сильные руки. И так каждый раз, когда ты узнаешь что-то в себе, ты начинаешь это прорабатывать, и потом ты делаешь обычный элемент, даже поворот. При повороте очень много групп мышц нужно, как это сказать по-русски, нужно одновременно сразу применить. То есть пресс, спину, нужно не комбинироваться, а хорошо группироваться внутри, тогда ты сможешь хорошо сделать быстрый поворот. Если, конечно, у тебя все мышцы расслабленные, то ты будешь поворачиваться, как мишка гами. Но чтобы это все сделать, мышцы должны быть сильные, в нужный момент они должны группироваться, расслабляться, растягиваться, делать кик, подобное все. И я чувствовала, когда я занялась телом, занимаясь растяжкой, да, я ее в трагере никогда не применяла, может, когда-нибудь наступит этот момент, когда она мне понадобится, но я чувствую, из-за растяжки мышцы становятся, я могу делать медленнее и сочнее движения, из-за растяжки боков я чувствую, что у меня более получаются вкусные круги, проработанная сильная спина, гибкая, более сочные волны, и тогда я могу в музыке замедлиться настолько, насколько мне нужно, но для меня очень важный аспект это танцевальные тренировки, это физно-грузка и, конечно же, с каким ощущением ты тренируешься, если ты будешь тренироваться с таким лицом, то обычно мы так и выходим на сцену, то есть даже меня всегда это поражало в балете, потому что, когда они тренируются, они должны отдаваться на полную, они должны чувствовать каждый момент в руках, в индийских танцах так же само, и только в тревле ты мог раньше тренироваться с каким-то постным лицом. Сейчас, слава богу, все это изменилось, абсолютно все, и мы можем наслаждаться тренировкой, показывать это на лице, протанцовывать, протанцовывать со всем состоянием, даже если ты готовишь номер, я стараюсь все равно прорабатывать и лицо, и физнагрузку, и танцевали элементы, но физнагрузка для меня одна из основных. Я занимаюсь абсолютно всем, чем только можно. Фитнес, стретчинг, йога, пилатес. Йога это путь, можно сказать, по жизни, а вот фитнес, стретчинг и подобные нагрузки, они дают тебе хороший толчок. Так, как снимать напряжение с мышц? Мне помогает массаж, я хожу на тайский массаж, у нас во Львове, я сейчас живу во Львове, у нас есть невероятно хороший крутой салон тайского массажа, его где сами тайки делают, и если у меня есть такая возможность хотя бы раз в месяц попадать туда, и самое, конечно, идеальное, хотя бы два раза в месяц, но если прям совсем звезды совпали, что я могу находиться дома и у меня мало работы, тогда, конечно, каждая неделя. Массаж очень важный, один из аспектов это массаж, и если у вас нету возможность куда-то ходить, и вы можете это самостоятельно делать. Слава Богу, есть 23 тысячи видео в Ютубе, которые вам покажут, как разминать шею, особенно трайвел-тансов, сейчас нам нужно разминать шею, плечи, это та часть, которая у нас больше всего задействована, и она безумно ужасно печет и болит. из-за нехватки массажа у нас могут накладываться усталость все больше и больше и больше, особенно, когда у вас такие психи, как я, которым кажется, что ты, я вообще ничего не занимаюсь, не делаю, и 24 тренировки в день. Нужно принимать горячую ванну или горячий душ, если у кого нет ванны. Это очень помогает расслабить. У меня есть крем, мы его называем Дед, он вообще тайский, там просто портрет какого-то взрослого мужчины, и так получилось, что моя подруга его назвала Дедом, и так прилепилась к этой тайской мази Дед. Это похоже запах, как у звездочки, он зеленого цвета, и вот он мне помогает хорошо, я мажу шею, спину, допустим, колени, если очень много было портера и подобных упражнений, и я же, конечно, молодец, не взяла на коленики, я не мажу на ночь, и ложусь спать, он хорошо прогревает, и на утро я встаю. Еще есть крутая штука, как тейпирование, но здесь очень нужно быть аккуратным, вы должны, можно это самостоятельно делать, а можно ходить к врачу или к человеку, который кинезиолог, который может там положить тейп аккуратно, и чтобы вы могли дальше продолжать тренироваться. Мне тейпы помогают при перелетах, у меня очень сильно отсидение, если там длительный перелет, например, часов в 10-12, то тейпы помогают, потому что колено всегда согнуто, и тейпы помогают держать колено, и оно менее напрягается, оно более расслаблено. И самое главное, хотя бы раз в неделю давать себе отдохнуть, потому что я чувствую, когда этого себе не позволяешь, и мышцы болят, тело постоянно находится у танцоров, у всех любого вида, стиля танца, тело всегда болит, потому что мы работаем с телом. И я также пью еще очень часто обезболивающее, и бупрофен, ничего сложного нет, но оно мне помогает чувствовать себя гораздо легче, и также оно снимает воспаление, если есть, если вы все время тренируетесь на одну и ту же сторону, и вы не даете отдохнуть, и не делаете ни массаж, ничего, но тело когда-нибудь вам скажет «до свидания». Поэтому найдите, но у каждого свой тип снятия напряжения. Мне, допустим, помогает очень круто горячая ванна, но я максимум удержу там 25 минут, просто я не знаю, как люди могут там по 20 часов, ну окей, ладно, я утребую по часу, по два находиться, у меня сердце, наверное, вылетит, поэтому у меня 20 минут, это я включаю одну серию «Друзья» на английском языке, я просматриваю, в этот момент я выхожу. Мне помогает также музыка, музыкальная терапия и медитация, которая дает мне возможность перезагрузиться, и дыхательные упражнения, чтобы напитать все тело кислородом. Поэтому здесь очень много аспектов таких, дыхание, мазь, тейп, массаж, ванна, и приятная, наверное, атмосфера с друзьями. Это тоже очень важно, тогда ты можешь дать телу и мозгу отдохнуть, когда мозг отдыхает и тело отдыхает. Тут очень такое взаимосвязанное, нужно и то, и то одновременно вместе расслаблять. Считали я себя профессионалом? На мой взгляд, люди профессионалы, конечно же, есть два понятия профессионала, на мой взгляд, есть люди те, которые берут деньги и считают себя профессионалами, а есть те люди, которые азы в своей специфике, неважно, что бы это ни было. И я надеюсь, я себя отношу к людям, которые понимают, что они делают, они подходят к этому с умом, с осознанием ответственности и, конечно же, за это я уже беру финансы. Поэтому я могу сказать полностью, что я считаю себя профессиональным танцором, профессиональным преподавателем, тренером, но точно не профессиональным менеджером, потому что я только начинаю этот путь и мне это очень интересно и узнать, как что работает. Сейчас с помощью 21 века есть много всего интересного, где ты можешь себя применить и иногда бывают такие моменты, если бы не было бы танцором, куда бы я пошла? И мне кажется, все-таки в фэшн-индустрии мне очень нравится мода и мне очень нравится менеджмент и, наверное, я бы могла об этом тоже быть профессионалом. Но сейчас могу с полной уверенностью сказать, что я профессионал. Но считается, многие люди считают себя профессионалом, потому что они уже берут за что-то деньги. Но вы должны знать полностью свой стиль, свой отрасль, свою отрасль и знать веяние моды, что противопоказано, делать физиологию, в танцоре очень много всего собрано. Ты должен знать анатомию, можно сказать, танцевальную терапию, не знаю, физнагрузки все возможные, как их правильно выполнять, как расслаблять человека. Ты еще и психолог иногда, и менеджер. И, в общем, это очень интересно, когда тебе, ты не только выхожешь на сцену, потому что тебе кто-то одел костюмы и все остальное, как ты создаешь образ. И, надеюсь, я могу себе на полную мощь сказать, что я профессионал своего дела. Вопрос. Как удается совмещать личную жизнь и работу? Это очень тяжело. Но мы с мужем не очень любим праздновать стандартные праздники, такие как 8 марта, 14 февраля, Новый год. Мы отмечаем, мы один раз выехали в центр и мы поняли, что это жуть, так как люди отмечают, когда ты работаешь 24 на 7 и ты ждешь отпуска, и когда люди выходят в отпуск раз в год, я вижу, как у них несет крышу, как они пытаются расслабиться всем возможным видом, там, напиваются, не знаю, идут на дискотеки и подобное. мне повезло, что моя профессия дает возможность мне насладиться другими городами, путешествовать. Я узнала немножко про разные культуры, я понимаю, как важно территориально тот кусок, где ты живешь, как важно, как он много диктует тебе. Например, да, у нас там, если начинаются майские праздники, то народ уходит в загул. Мы такого не делаем, но мы договорились, что если у меня какой-то длительный перелет или у меня долго нет, и даже если это праздник у нас дома, никаких больших скандалов нет, что ты типа «Как ты уедешь? Я буду один!» Мы всегда стараемся отметить не в эти дни, которые празднуют все нормальные люди, потому что невозможно найти ресторан, невозможно куда-то сходить, закуплено, перекуплено, кто-то кричит, кто-то плачет, кого-то с кем-то кто-то расстался, но мы стараемся это делать или до, или после. Плюс-минус то же самое настроение, много пустых прекрасных мест во Львове, а тем более это очень тяжело сделать здесь какой-нибудь сюрприз на 14 февраля, я думаю, там уже столики за полгода заранее заказаны, поэтому мы стараемся все отмечать также день рождения, но немножко в другие даты, когда у нас это получается, мы договариваемся и встречаемся также. Мне очень я когда-то услышала, что танцовщица Джалина, она рассказывала, что когда она, у нее очень много турне, но всегда, когда она приезжает, они ходят с мужем на свидание, и я помню, мне так это запомнилось, и у меня нет детей, поэтому можем спокойно вместе ходить на свидание, те люди, конечно, у которых, как Оля, МИОС-танцовщица, это не реклама, но вот этот человек меня безумно вдохновляет, у которого есть свой ребенок, свой ребенок, у которого есть ребенок, муж, гастроли, и она еще живет в другой стране, и танцевальная студия в Астане, и у нее там, по-моему, пять в Казахстане, или четыре, я точно не знаю, вот тут, вот тут, вот у нее нужно спрашивать, как у нее удается совмещать личную жизнь, то есть у меня, слава богу, с этим, мне немножко легче из-за того, что нет детей, дети будут в дальнейшем, я надеюсь, мы планируем, но сейчас нам достаточно наших проектов, муж также не помогает в работе, и поэтому у нас никогда нет проблем на какую тему поговорить, но мы вместе делаем многие проекты, и мы чаще встречаемся, чем людям кажется, мы чаще видимся, и до свидания играют важную роль, когда нужно выйти из дому и перезагрузиться куда-то где-то в другом месте, где мы еще не были, мы стараемся это делать всегда, но это непривычно все, ну нужно, я понимаю, что семья для меня на первом месте, друзья, они тоже важны, и мне нравится, что сейчас чаще и чаще мои друзья, которые они знают, допустим, что я прилечу в тот город, и они недалеко живут, они приезжают ко мне, мы можем увидеться, хотя бы в 5 часов поговорить, тогда ты понимаешь, что ты действительно человеку нужен, и он знает твой график, и у него было свободное время, и он приехал, это я ценю в людях, обезбашенность, и я сама такая, я могу съездить в Киев, спокойно попить с подружкой чашку кофе, и уехать домой, и потому что мне хотелось с ней встретиться, и было приятно, поэтому личная жизнь у меня все равно связана с танцами, как-то она перекручивается, и пока славу проблем нет, но это нелегко, иногда ты понимаешь, что тебе приходится жертвовать каким-то лишним часом на сон, но это не проблема, главное, чтобы твои люди были всегда рядом с тобой. вот, еще отличный вопрос, где я черпаю вдохновение, как выбираю музыку? Черпаю вдохновение, с каждым разом сейчас все сложнее и сложнее, потому что иногда с коллегами думаешь, с трайбл-коллегами думаешь в унисон, мне кажется, как будто какое-то веяние, когда ты думаешь, так, сегодня я хочу сделать, наверное, вот это, и потом открываешь астрограмму и понимаешь, что не только у тебя одно у меня было такое желание, и материалы, и ткани, костюмы, и каждый раз уже сложно придумывать какой-то невероятно фантастический образ, но мне очень помогает Pinterest, вдохновляет, мне нравится, иногда я отталкиваюсь от музыки, вот, последнее, сейчас то, что мы делаем с мамой, мы отталкивались от ткани, которые я привезла, и я была в Китае, на рынке, это был просто космос, и я нашла одну ткань, я надеюсь, вы скоро увидите эти видео, и мы уже решили оттолкнуться от этой ткани и сделать какой-то обезбашенный фасон, и уже под нее сейчас создается, я ищу музыку, ищу макияж, и хочется себя увидеть не только в стандартных образах, а уже хочется выйти за грани и сделать что-то космическое, но это крайне тяжело, очень часто вдохновляюсь я по поводу создания, например, своих классов природы, ты находишься в парке и увидел что-то очень, люди проходят и увидел, как летит листочек, и ты подумал, боже, я поняла, что нам не хватает легкости, и ты создаешь свой мастер-класс по поводу легкости, и как быть вместе с природой в ногу, можно так сказать, на одной волне. Иногда бывает вдохновить, попал мне, не знаю, я ехала в поезде, и солнце, луч попал мне в глаз, и мне так стало тепло, и меня захотелось что-нибудь подобное сделать в танце, чтобы, когда я вышла, у людей было вот ощущение вот этого солнечного луча, лучика. Каждый раз по-разному, здесь нет одного, ты, вот то, что я говорила, ты работаешь 24 на 7, ты смотришь вокруг себя, у тебя есть два глаза, и ты вдохновляешься. Иногда я вдохновляюсь другими стилями, ты смотришь, думаешь, ммм, круто. Иногда другими текстурами, ты заходишь в магазин, и ты увидел ткань, и ты понял, потрогал на ощупь, и ты понял, что вот, должно быть что-то нежное, что-то любимое. Иногда от музыки. Сейчас одну я музыку нашла, от которой у меня с детства просто в дрожь кидает, и для меня это будет вызов самой себе сделать хореографию под него. Каждый раз по-разному, это очень тяжело сказать. Иногда от книги. Сейчас меня вдохновила одна книга, Таиса Финская, и хочется, что-то подобное в стиле сделать интересно, увидеть себя в образе воина. Каждый раз по-разному очень сильно. Но музыка выбирается долгим трудом на слушание. YouTube, ты находишь, есть такая штука рекомендации, и вот ты слушал одну песню, и она тебе по рекомендации выдает. Ну, конечно, бывает вначале очень много разного хлама переслушиваешь. я пользуюсь Google Play, это не в крайнем случае не реклама, Google Play Music, и там тоже есть рекомендации. То есть, например, мне нравится Trap Killers, и ты послушала песню Trap Killers, и вводишь радио, и по радио выдаются подобного жанра. Все исполнители, находишь их, слушаешь, что понравилась одна песня, перешла в альбом, иногда бывает в альбоме совсем другая песня, но это очень много времени затрачивается. Я стараюсь это делать, когда я убираю, когда я занимаюсь третчингом, когда я занимаюсь... Бывает иногда на группе, я включаю радио, и мне нравится трек, и я тут говорю, и сразу же добавляю себе в плейлист песню какую-то. Это очень интересно. Девочки уже привыкли, они уже даже... Они уже бывает иногда и не спрашивают, они шазамят. Но у меня нету только одного направления. Мне нравится та музыка, которая тронула мое сердце. Вот и все. Но это в день я где-то трачу наверное часа, иногда два на прослушивание музыки. Так. Очень интересный вопрос. Нужна ли база АТС? И я до последнего момента говорила нет. Потому что фьюжн танцуется совсем по-другому. В АТС есть рамки, и если ты хочешь коммуницировать публика и коммуницировать с людьми, которые с тобой танцуют, ты должен знать эти правила, ты должен знать этот словарь, и тогда все получается на сцене идеально. Есть люди, которые не соло-исполнители, и им АТС взойдет в самый раз. Я была соло-исполнителем, который хотела больше, мощнее, сильнее. И я понимала, что если залезу в рамки, я знаю свой характер, я из этих рамок не уйду. И я не смогу постичь того, чего мне бы хотелось. Мне было достаточно до туры стайл, то, что Рэйчел делает. Там есть похожие, можно сказать, почти те же движения, как в АТС, но они все равно с фьюжном, фьюжн-обработки. И тех движений мне захотелось, мне нравилось АТС, на них смотреть, но я не представляла себя в этом стиле, и я не хотела закрываться в рамки только этого. Сейчас я понимаю, что мне интересен АТС, мне интересна коллаборация с другими танцорами, и сейчас я понимаю, это крутая проработка линий рук настроения, но я рада, что АТС был не в начале моего пути. Он дает тебе крутую базу, но в то же время он тебя немножко лишает, он тебя ограничивает из-за того, что ты входишь, ты знакомишься с стилем, и в нем есть рамки, и он тебя ты не хочешь творить. Мне повезло, что у меня не было стопа, не было вот этого и не было шлагбаума, как говорится, у меня было все пути открыты, и да, мне много рассказывали, что АТС нужен в начале, на мой взгляд, это коммерческая выгода, чтобы все шли на АТС. Сейчас я хочу заниматься АТС, мне это нравится, и сагаты, и эта музыкальность, и это красивые руки, и во фьюжн, если вставлять даже просто элементами АТС, это невероятно красиво. так что, если у вас сейчас стоит дилемма, вы хотите заниматься АТС или фьюжн, или хотите заниматься и тем, и тем, идите на то, и на то, если у вас стоит дилемма, вы не знаете, что выбрать, если вы персона, с которой хотите коммуницировать с людьми, go на АТС, если вы хотите почувствовать свой путь, свой, понять себя, то идите на фьюжн, конечно же, с хорошим преподавателем, если вы хотите заниматься и тем, тем спокойно идите, здесь нет проблем. Просто я понимаю, я знаю, что если мне скажут вот так, то я вот так буду делать. Сейчас я могу уйти за рамки. Тогда мне важно было понять стены. Сколько стен, сколько потолка, размер и все остальное. Если я знаю, я держусь в этих рамках, я знаю, что мне никто ничего не скажет. Сейчас мне абсолютно, можно сказать, вырос уровень борзометра, что ли, и мне рамки не нужны. Я чувствую, я знаю, когда я что могу сделать интересного. Окей. Что мне дает онлайн формат обучения? Это очень интересно. Первый раз попробовала это сделать с трэбл-экспертом. Мне это очень понравилось. это невероятная связь с людьми, с которыми ты, может, и никогда в жизни даже не увидишься. Это приятно, потому что ты знаешь, что твое творчество нужно тем людям, которые могут тебя и никогда не смогут до тебя добраться, что им нравится, что ты делаешь, и они хотят хотя бы кусочек тебя, хотя бы чуть-чуть знаний. За те мои 10 лет, 10-12 лет, которые я проработала, которые я поняла, можно сказать, как крейсер Аврора прошла свой путь тернистый, и теперь я могу сказать, почему я делаю так или по-другому. И формат онлайн-обучения это интересен, это очень сложно, потому что ты должен дать за один урок и базу, и объяснить тело, и 300 раз напомнить, потому что если ты работаешь вживую, и ты видишь студентов, ты знаешь, как поправил, где подвинул, то здесь 300 раз приходится объяснять на одном и том же, потому что ты не знаешь, ты не видишь тех людей, которые стоят по ту сторону экрана, можно сказать. Но это было невероятно круто, когда на Трэбл-эксперте одна из девочек предложила такую штуку сделать, как отчетный концерт. И вот все девочки должны были снять. Моя задача была сделать хореографию, и они ее отстанавливали в разных локациях и нарезка из кусочков. И я плакала, когда первый раз увидела. Я видела, сколько людей, как им важно было получить эти знания, как они подошли к созданию образа, найти локацию. И это очень странно, но я кайфую от онлайн-проекта. Я знаю, что людям надо, что много мне пишут, что давай, делай, мы хотим к тебе добраться, но по политическим возможностям они не могут ко мне приехать, потому что я живу в Украине. По финансовым, по каким-то возможностям семьи. И, на мой взгляд, это крутая штука, возможность 21 века, учиться у другого по видео. Но здесь, чтобы этому обучиться, я понимаю, что нужна смекалка и нужен анализ. Когда ты видишь человека в видео, ты можешь представить. Я сама занималась онлайн. Можно сказать, даже не онлайн, просто по видео Рэйчел Брайс. И я многому, чему у нее научилась. И я ей благодарна за то, что она сделала видеоуроки. Я не представляю, когда... Ну, вот я ее встретила, по-моему, только на восьмом году обучения своего танцевального пути. А так бы... Она дала мне большой толчок. Так что я очень позитивно отношусь к онлайн-обучению. Если вы занимаетесь у педагога, который знает, о чем он говорит, знает, как он делает, зачем он делает, когда он поправляет вас, даже находясь дистанционно. Конечно, обратная связь очень важна. У меня вот была в Трайбл-эксперте обратная связь. Но из-за того количества работы, которое у меня сейчас есть, я не могу себе это роскошь позволить. Но круто, что есть Инстаграм и есть хэштеги, где ты можешь... Тебя отмечают, и ты можешь посмотреть всех людей, которые танцуют в твоей хореографии. Следующий вопрос. Ощущаю ли я себя суперзвездой? Нет. Один раз, я помню, я была в кафе, и одна девочка начала пищать, и она подбежала ко мне и попросила автограф. Это первый раз в жизни такое было. К сожалению, я в жизни, и на сцене это два абсолютно разных человека, и меня никто не узнает даже, можно так сказать, без макияжа, тонны грима. Я на сцене и на видео, и на фото кажусь гораздо выше, чем я в жизни есть, и крупнее. Мне иногда говорят, всем кажется, что я такая прям сочная, тучная женщина. На самом деле, во мне 50 килограмм и, надеюсь, мышц. и какого-то такого, что все там кричали, как вот у, не знаю, Бейонса. На мой взгляд, суперзвезда, это как ты, как Бейонса и Шакира, что ты не можешь купить хлеба, потому что все просят автограф и фотографию с тобой. Такое чувство, когда в Китай приезжаю, ну, это каждый белый парень и женщина могут себя так почувствовать. Но даже находясь на мастер-классах, я понимаю, сколько стоило организатору меня привезти усилий, даже финансов. Но я также знаю, что я могу дать этому фестивалю, что я выкладываюсь на полную сумму. Поэтому я не скажу, что я супердива и закачиваю истерики, и мне, пожалуйста, супердорогие блюда. Но в то же время, если я прошу что-то в райдере, и это они не делают, и мне еще начинают какие-то делать моменты. Очень часто в моей профессии бывают такие, что ты приезжаешь, и тебе еще палки в колеса стали от организатора. Вот здесь уже проблематичнее, и уже приходится включать такую диву-стайл. Но на самом деле я никогда не пользуюсь. Ни разу такого не было. Так что я не ощущаю себя суперзвездой, но я понимаю, что я хороший человек, и могу выполнить свою работу на все сто. И последний вопрос. Что бы я посоветовала начинающим танцорам? Я бы хотела сказать вам, ребята, не пропускайте тренировки. Что бы с вами ни случилось, идите на тренировку. Если нет возможности, есть такие люди, которые мне говорят, у нас нету трайбл-преподавателя. Занимайтесь онлайн, занимайтесь третчингом, занимайтесь йогой, не сидите на месте, читайте книги, анализируйте танцы других танцоров, что вам понравилось. Можно даже копировать, ну не полностью прям копипейс, когда ты смотришь, а человек, у меня было такое, скопировал костюм, полностью хореографию, говорит, что же тут такого. Я вдохновилась. Вдохновение и копирование это разные вещи. Но копируйте какие-то элементы. Первое время, когда вы не знаете, из чего состоит стиль, вы не знаете, что вам хочется вставить в танец, вы имеете полное право копировать то, что вам нравятся, какие-то фрагменты от одного человека, от другого, третьего. Затем у вас наработается ваш стиль. Чтобы у вас наработался ваш стиль, нужно очень много лет работать над собой и заниматься абсолютно всем, что есть попадается под руку. вязание, лепка, клейка. Это все, что можно внести в трайбл. Трайбл многогранен, но самое главное, не пропускайте занятия. Слушайте преподавателя, что если он вам говорит какую-то критику, но обоснованную, почему так или иначе, слушайте его, не махайте рукой, не говорите, нет, я знаю сама, как лучше. Прислушайтесь, не слушайте, а прислушайтесь и поймите, вы просто не готовы принять критику или вам не нравится этот педагог или тогда вы умеете полное право поменять. Не занимайтесь долго у того человека, который вас раздражает. Лучше пойти, на мой взгляд, даже на стрип-пластику, но у вас есть контакт. Найдите преподавателя, с которым происходит контакт, которым вы после него, как это можно понять? Когда вы после занятия нет ощущения, будто вас съели, ощущения, будто вам дали силы, как мне написали девочки, мои любимые, львовские, что у меня нелогическая тренировка, потому что после тренировок они много отдали, но у них больше сил, чем было до тренировки. Вот это самый главный момент, аспект такой, чтобы вы нашли своего преподавателя. Если нет возможности, слава богу, русскоязычных, да и американских танцоров, есть датура онлайн, занимайтесь у Рэйчел, 25 долларов, по-моему, стоит. Не сидите на месте, двигайтесь, танцуйте, кайфуйте, есть возможность выступить, выступайте. Я, чтобы получать деньги за выступление, я, по-моему, до 2-3 танцевала бесплатно, ведь я только могла. Затем, чтобы получить хороший опыт преподавательский, я пошла в свою собственную школу и начала преподавать танцы для 5-го класса, 5-6-й бесплатно. Я 2 года с ними занималась. получайте любой опыт во благо себе, но не пропускайте занятия и занимайтесь своим стилем, занимайтесь любыми стилями, которые есть в вашем городе, пробуйте новое, кайфуйте, не зажимайте себя в рамки и находите тех людей, с которыми вам комфортно и попробуйте убрать из своей жизни людей, которые вам неприятны, которые занимают ваш эфир, можно так сказать, ваше время, и тогда у вас будет хватать времени на все. Спасибо вам большое. Надеюсь, вам понравились все мои ответы. Пока.